Ребят, всем привет! Спасибо, что заглянули на мой канал. Сегодня я буду рассказывать про свои кушаны, поэтому, если вы ждали это видео, а таких очень много, обязательно усаживайтесь поудобнее. И покажу вам своих любимых сегодня малышей, которые я использую довольно давно. И, честно говоря, моя любовь случилась с кушанами, наверное, год назад, и я очень долго не пробовала. То есть, когда началась вот эта вот волна популярности кушанов, я очень-очень долго с ними не знакомилась. Не знаю почему, мне казалось, что это очень неудобно, и вообще меня смущало, если честно, такой формат. Я пользовалась с большой любовью BB-кремами и вполне себя хорошо чувствовала. Это, наверное, года полтора назад даже было, и потом, когда они стали более популярными, когда я стала углубляться, скажем так, в корейскую косметику, я познакомилась с кушаном от бренда Misha. Вообще, если есть здесь такие, которым стоит напомнить, что же такое кушан, я в двух словах расскажу. Кушан – это вот такая вот пудреница, то есть, это выглядит абсолютно как пудра, но внутри вы находите губку, пропитанную тональным средством. В основном кушаны по своей природе, они дают очень легкое сияние, и первые кушаны, которые были сделаны, они именно для таких целей создавались, то есть, для такого макияжа без макияжа, скажем так. Очень легкое, очень невесомое покрытие дают, упрощают нанесение макияжа, и, собственно говоря, имеют, помимо всего прочего, еще и солнцезащитный фильтр, как правило, в составе, и много каких-то увлажняющих компонентов, которые, опять-таки, делают этот кушан очень-очень носибельным в течение дня. Первый кушан, с которым я познакомилась, это был кушан от бренда Миша. У них, на самом деле, есть несколько кушанов, но этот самый известный, и он называется Magic Cushion SPF 50. Есть два продукта в этой линейке. Есть вот такой, как у меня, он выглядит серебряного такого цвета, а есть еще здесь золотая, у них такая окоемка, и золотая версия более увлажняющая, она так и называется Moisture, там что-то, типа Moisture Cushion, наверное, он называется. Она более увлажняющая. Что касается этого, когда я его первый раз попробовала, для меня это, конечно, был просто шок. То есть, когда вы наносите его на лицо, и если это ваш первый кушан, мне кажется, что не испытать шок невозможно, потому что то ровное и в то же время невесомое покрытие, которое дает этот продукт, просто делает эффект вау на вашем лице. То есть, я была, конечно, просто в восторге. Кожа стала матовая, при этом было ощущение, что она очень живая. То есть, какой-то, например, жирный блеск пропал, но на правильных местах, там, на скулах, например, когда вы делаете такие повороты головой, вот это вот сияние, которое, в принципе, должно быть у нормальной кожи, оно сохраняется. То есть, у вас есть ощущение, что на коже нет ничего абсолютно, но при этом лицо какое-то суперидеальное, отфотошопленное, пор никаких нет, и вообще все очень-очень гладко и очень красиво. У меня Кушин от Миша в оттенке 27. Конкретно Миша линейка градации Кушинов совпадает с BB-кремами. То есть, если вы пробовали BB-крем от Миша, в частности, например, Perfect Cover, который красный, там есть 21, 23, 27 оттенки, и вот, собственно, Кушины, они повторяют эту шкалу в плане оттенков, я имею в виду. То есть, если вам подходит 27-й в шкале BB-кремов, то вам 27-й, скорее всего, подойдет оттенок и Кушина. Достаточно сложно найти 27-й оттенок, сразу могу сказать, потому что я очень долго искала, потому что, на самом деле, заканчивается, как правило, их линейка 23-м. Вообще, среди Кушинов крайне редко можно найти 27-й оттенок, и поэтому, если у вас подтон похож на мой, честно говоря, найти хороший такой подходящий оттенок довольно сложно. То есть, если вот у вас так же, как у меня, 27-й оттенок, а если еще и темнее, то это, конечно, довольно сложная история, потому что, в основном, Кушина заканчивается 23-м корейским подтоном, а это, как вы знаете, намного светлее оттенок, чем, например, моя кожа, поэтому имейте это в виду. Дает Кушин очень легкое покрытие, но при этом он перекрывает какие-то мелкие покраснения, недостатки, прыщики и так далее. Если у вас есть серьезные дефекты, то конкретно эта версия не перекроет вам, например, не знаю, очень серьезный какой-то большой, очень прыщ, воспаление, пигментацию, например, сделает ее менее заметной, но при этом не перекроет. Я бы сказала, что покрытие у него среднее. Поэтому вот именно эту версию я рекомендую, серебряную рекомендую для жирной, комбинированной, нормальной кожи. А если у вас кожа сухая или нормальная, склонная к сухости, возрастная кожа, то выбирайте этот Кушин, но в версии Moisture с золотой упаковкой. Так, далее. Далее у меня было еще два Кушина из бюджетных таких сегментов, скажем так. Один из них – это вот такой вот, кстати, очень красиво оформленный Кушин от бренда Holika Holika. Называется он Hard Cover. Кстати, мне очень нравится, что Кушины следуют каким-то тенденциям и выпускают вот эти вот кейсы для Кушинов в зависимости, например, от каких-то праздников. Сейчас Новый год приближается, и конкретно вот этот Hard Cover Кушин выпустил очень красивый кейс для вот новогоднюю версию, который выглядит как новогодняя, по-моему, елка. Здесь все красное-зеленое с какими-то огонечками. Очень красиво все это выглядит. То есть, в принципе, вы можете менять одежду для своего Кушина согласно вашему настроению. Очень часто бывают какие-то коллаборации с какими-то, я не знаю, там, мультяшными героями или еще что-то такое. В общем, много-много разных интересных штук придумывают производители Кушинов, поэтому это, мне кажется, еще один такой способ разнообразить свою косметичку, не покупая новый продукт, а просто докупая к нему множество разных кейсов. Этим славится, например, Innisfree. У них вообще огромная линейка этих кейсов для Кушинов, и там просто, не знаю, сколько их там штук, наверное, 150 разных-разных. Абсолютно гениальные просто, мне кажется, решения. Этот Hardcover 0,4 оттенок, самый темный, мне светлый. То есть, все-таки я пока не могу им пользоваться. В целом, расскажу, мне очень нравится упаковка. Для масс-маркет Кушина все выглядит более чем достойно, на мой взгляд. Очень красиво все оформлено, и внутри продукт, который дает очень плотное покрытие. Опять-таки, плотное настолько, насколько может это дать Кушин. То есть, это, естественно, не full coverage, как, например, не знаю, какое-то стойкое тональное средство. Нет. Дает плотное покрытие, сможет от плотного к среднему, я бы так сказала. Дает хорошее такое сияние все-таки. То есть, вы все равно получаете эффект свежего лица. Он не делает маску на коже, но перекрыть, например, уже какие-то более серьезные недостатки на лице он сможет. Оттенок, как я и сказала, он немножко светловат. Вот желтый все равно подтон имеется, но на моей коже он выглядит немного светлым. Сейчас я не могу пока им пользоваться. Может быть, совсем в зимнее время я его отложу. И, конечно, я люблю более легкие, более такие незаметные, невесомые покрытия. Поэтому для меня этот немножко все-таки плотноват, если можно так сказать, прокушен. Я более флюидное люблю покрытие. Но в целом мне очень понравилось, во-первых, оформление. Во-вторых, качество, как сидит кушен на лице. Я его носила, наверное, раза два всего просто ради затеста. И мне понравилось, что он не скатывается, он никуда не забивается. Он выглядит натурально, но при этом у вас есть ощущение, что вы при параде, скажем так. То есть, если вы хотите сделать вечерний макияж с кушенами, то, например, вот такой вариант вам отлично подойдет. И что еще радует, у них вот хорошая линейка оттенков. Потому что, например, в бюджетных в основном идет 21 и 23 оттенок и все. А если у вас, например, подтон более желтый, то вам, например, 23 однозначно не подойдет, потому что он совсем светлый и уходит в серый такой оттенок. Поэтому, например, 04, имеющий желтый подтон, вам подойдет. Это очень радует, что линейка все-таки ограничивается не двумя какими-то цветами, оттенками, а чуть более разнообразная, скажем так. Поэтому, на мой взгляд, очень достойно, учитывая его цену. Кстати, он продается с рефилом. Имейте в виду, что запасной блок вы просто потом вытаскиваете и переставляете. У вас, получается, два кушена по цене одного. Далее. Далее у меня был вот такой кушен, и он, собственно, есть. Это не совсем кушен. Это такое тональное средство. Как это он называется по-умному? Я уже забыла, как называется. В общем, крем-филер написано, что это. По факту это тоже идет как кушен. Это бренд Etude House. Вот такая вот голографическая у него упаковка. Фишка в том, что здесь нет вот этой губки, про которую мы с вами разговариваем, да. А здесь есть вот такое вот нечто. Там марля, и внутри этой марли тональное средство. То есть заменить рефил вот в этом конкретном продукте нельзя. Он не вытаскивается, насколько знаю я. У меня оттенок TEM, и это тоже 0,4, то есть самый последний. Этот мне подходит по оттенку. Он дает самое, наверное, невесомое покрытие. Вот из тех трех, которые показала я. При этом наименьшее количество сияния вы получаете на лице. Довольно натурально выглядит. Увлажняет хорошо. Не перекроет какие-то покраснения, воспаления. Не сделает вашу кожу очень такой, знаете, излишне сияющей, если вы не хотите такого эффекта. Подойдет для жирной комбинированной кожи очень хорошо. Но для сухой кожи не буду советовать, потому что может немножко подчеркнуть шелушение. Когда у меня они были, этот кушан подчеркивал их слегка. В целом, опять-таки, учитывая его бюджетную стоимость, очень интересный продукт, потому что мне показалось, что сама вот эта формула, она очень классное дает покрытие на коже все-таки. Сейчас он у меня начал заканчиваться, и я его, конечно, реже уже использую, потому что чем его меньше в упаковке, тем он какое-то менее равномерное дает покрытие. Но в целом, я вот все лето им пользовалась, там, не знаю, месяца полтора или два точно, и была очень-очень довольна им, потому что в жирное, в жирное, в жаркое время года, когда лицо и так у вас излишне жирнится, вот этот кушан был очень-очень оптимальным вариантом, поэтому тоже мне очень подошел. Ну и на загладочку я оставила два последних продукта, которые я использую наиболее активно сейчас. Первый из них это кушан от бренда Хеймиш, я его показываю с его родной базой, почему? Потому что они в паре, конечно, дают шикарный абсолютно результат. База, которая может использоваться как солнцезащитный крем, выглядит вот так, она очень известная на самом деле. Хеймиш не относится к серии люкс каких-то продуктов, но делает очень достойные средства, поэтому если вы еще не знакомы с этим брендом, очень рекомендую познакомиться, действительно у них достойнейшие средства. Что касается вот этой базы, она идет с эффектом такого сияния, не мерцания, то есть там нет каких-то серьезных блесток, она вот такого белого цвета. Когда вы ее растушевываете, во-первых, она очень приятно пахнет, она дает очень красивое вот такое, видите, какое сияние. То есть оно без блесток, оно не какое-то там пошло-вычурное, нет, оно очень красивое, очень деликатно и очень дорого выглядит на коже. Если у вас кожа сухая, возрастная, если у вас кожа нормальная, ей просто не хватает сияния, если она тусклая, вы очень-очень полюбите этот продукт, потому что оно действительно выглядит, ну, потрясающе на коже, серьезно. Я обожаю это средство. Не все могут его наносить, конечно, на все лицо, некоторым может показаться этот эффект too much, потому что действительно сияние такое конкретное вы получаете на лице. Но, например, в качестве такого выходного варианта позвольте себе такой роскошный продукт. Я очень люблю эту базу, я считаю, что она просто великолепная, здесь очень много уходовых всяких компонентов, она отлично увлажняет. Я часто ношу ее как солнцезащитный крем, наношу сверху кушен и выхожу на улицу и чувствую себя прекрасно. Единственное, что в паре вот конкретно с этим родным кушеном они могут существовать исключительно на сухой и на нормальной склонной к сухости кожи, потому что если у вас кожа комбинированная или жирная, то в паре они дадут вам очень сильный блеск, не пробуйте их использовать так. Я использую их в паре, когда у меня какие-то проблемы с цветом лица, когда я, например, не выспалась или тяжелая была ночь или еще что-то. Я не знаю, просто просыпаешься иногда и смотришь на себя в зеркало и понимаешь, что сегодня тебе нужна какая-то действительно серьезная артиллерия, то вот эти продукты меня очень часто спасали. Кушен потрясающий, 23-й мой оттенок, у него очень красивое оформление, посмотрите, какой он выглядит красивый. Он тоже идет с рефилом в упаковке. Единственное но, у него пачкается вот эта крышечка, это не очень эстетично выглядит, когда вы открываете сам кушен. Тон, я думаю, что можно уже так понять, довольно носибельный, имеет желтоватый подтон, всего два оттенка в шкале 21 и 23. Вот мой 23-й все-таки немножко мне светловат сейчас. Он немного светлее, чем мой естественный оттенок кожи. Я наношу этот продукт по-прежнему, но все-таки предпочитаю ему сейчас на ежедневное использование. Если я использую опять-таки кушен, то я наношу хера. Хера – это мой фаворит. Это кушен, который дорогой. Это люкс-продукт. Это, ну, скажем так, средство, которое действительно нужно подумать перед его покупкой. Если, например, предыдущий, вы можете себе позволить так, закинув в корзину и просто попробовав ради фана, это средство все-таки требует обдуманного решения. Но это просто восторг. Это великолепный продукт, который я рекомендую попробовать абсолютно всем. Для меня сейчас это лучший кушен, который я пробовала в принципе, просто ever. У него потрясающий аромат. Это кушен из линейки UV Mist. У него SPF 34. Мой оттенок 23. В линейке кушенов от Хера есть деление на подтоны. Есть холодный подтон и есть теплый подтон. Вот у меня теплый подтон 23 оттенок. Называется он Warm Beige. На самом деле поменялась градация вот этих вот кушенов. То есть шкала у них немножко изменилась, названия немножко изменились. Поэтому в зависимости от выпуска, года выпуска, у вас может название варьироваться. То есть это может быть либо просто 23, если он идет без какой-то буквы, то это вот мой оттенок. Либо это будет Warm 23, то есть W и 23 оттенок. Он тоже идет в комплекте с рефилом. Как я уже сказала, у него потрясающий аромат. Это мой второй уже рефил, к сожалению. Придется скоро с ним прощаться или покупать просто новый. Выглядит он вот таким вот образом. Какое у него покрытие? У него самое невесомое покрытие из всех тех, которые я показала. Ну не считая, наверное, вот этот крем-филер. Он очень, естественно, смотрится на коже. Сейчас он на мне. Но я его наносила, если честно, уже, наверное, часа 4 назад. И, честно говоря, он уже так подстерся. Поэтому, возможно, он выглядит не так, как он в принципе выглядит на лице. Он дает красивое такое сияние на коже. Я получала огромное количество комплиментов, когда я его носила. Все спрашивали, что такое на коже. Потому что выглядит он просто потрясающе. Нужно быть, единственное, аккуратным. Когда вы наносите его под глаза, я это делаю. Потому что я не использую консилер. Если я выхожу на улицу в кушанье, то я просто наношу его везде. В том числе, как консилер сюда. Он может немножко скатываться. Его нужно просто так промакивать сразу же. И потом он себя ведет очень хорошо в течение дня. Он никуда не закатывается. Он не подчеркивает шелушение. Он очень хорошо носится. Он не ощущается на коже. Очень приятное средство. Не забивает поры. Выглядит супер-мегонатурально. И при этом эффект вот такой вот красивой влажной кожи вам обеспечен. И это не много и не мало. То есть, вот он дает такое покрытие, которое лично я хочу. Я его просто обожаю. Очень хочу попробовать кушан от бренда Айоп. Новый, который у них вышел. Они сделали ребрендинг просто. И вот у них сейчас есть новый вот этот стандартный Айя Кушан. Хочется мне его попробовать. Расскажите, как вам понравился ли он, если вы пробовали. Как вы поняли, все кушаны, которые я сегодня показала, они по-своему хороши. Я в какой-то определенный период времени каждый из них очень сильно любила. Но сейчас мой фаворит это вот этот малыш. И когда я буду с ним прощаться, я буду очень расстраиваться. На самом деле, я в ближайшее время не собираюсь этого делать. Я очень хочу купить новый кейс для него. На Новый год они сделали какую-то совершенно потрясающую коллаборацию. Есть новогодняя лимитированная вот эта вот коробочка для кушана. Она, конечно, потрясающей красоты. И еще есть линейка, которая называется Париж. Там тоже просто совершенно невероятная какая-то упаковка. В общем, планирую заменить и использовать его еще очень-очень долго, потому что пока для меня это лучшее средство, которое я пробовала. Расскажите, пожалуйста, про свой любимый кушан. Мне будет очень-очень интересно послушать. Я хочу попробовать Сульвальсу кушан и вот Айоп. Может быть, какие-то бюджетные, вы знаете, классные, которые прямо действительно стоит попробовать. Если у вас есть проблема, как у меня, проблема в виде 27-го подтона кожи, если вы тоже загорелы, и вам нужно именно желтый подтон на кушане искать, помогите, пожалуйста, какие из бюджетных вариантов подошли вам по оттенку, потому что это действительно довольно большая проблема. В общем, буду ждать от вас отчета тоже. Спасибо большое, что посмотрели это видео. Увидимся в новой части. До скорых встреч. Пока-пока.